Я как раз хотел показать подписчикам свой новый трэп-хаус. Еще одна шмотка. А ну, терраса есть. Ребята, ой, ой, куда вы? Икона в стиле. То есть ты жрешь грибы, получается? Ты видел, каким же он? Новых треков не будет. Привет! Дэн-дэн, девчонки от меня без ума. Вот так вот могу. Отдали почти ебаный миллион. Дом, две тачки, студия, бассейн. Дом, две тачки, студия и бассейн. Да, всем привет, это Саня, Фрейнтеймер. Решил начать свой канал. Вот, иду сейчас, гуляю. Погода на улице просто замечательная. Опа, интересно. Ого. Здорово. Сань. Это же ты, это же. Саня. Ебаный рот. Фрейнкрипер. Вот сюда. Розовое вино. Это я. Блядь, ну парт. Твой просто охуенный. Разорвал. Могрена вырезал, нахуй. Ну, слушай, раз такое дело, и ты с камерой, может, это, зайдешь в гости. Я как раз хотел показать подписчикам свой новый трепхаус. Интересный домик. Опа. Может, еще раз кинешь? Да. Ну, и что расскажешь вообще про дом? Почему переехал? Зачем? Ты же в квартире жил, тебе все нравилось. Ну, во-первых, это дом, он большой. Так. Красивый. Очень красивый. Угу. А что вот это такое? Все нормально, брат. Все, это, 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 это сами же. Ага. Это, это Азиз, знакомься. Азиз, он... Ой, блядь, больно. Встречает гостей, которые приходят сюда, там, сфоткаться, там, или познакомиться со мной. Вот этой штукой встречает гостей. Я тебе предлагаю тогда первый на ютубе сделать обзор на охранника. Азиз великолепно умеет пугать людей, даже не касаясь их. Так. Это можете спросить у Руслана Крэйзи Мега. А чем укомплектован он вообще, что может, какие есть особенности? Два дополнительных магазина, если вдруг фанатов много. Нож, если вдруг нужно приготовить пищу. И, конечно же, фонарик, если нужно сходить в лес по делам. Что еще у тебя есть вообще? Я машину купил новую. Давай, показывай. У меня теперь гараж есть целый. Две машины. А зачем ты купился? Тебе же в мире нравился. Смотри, если ты занимаешься музыкой, а я чуть-чуть, ну, ей занимаюсь, пробую. А если у тебя есть охуевший трэп-дом, там должен стоять педилак. Вот, поэтому пришлось купить. Вообще, на самом деле, сначала я написал трек в разачку, а потом я купил, потому что трек пиздец охуенный. Какая следующая тачка? Хочу Rolls-Royce купе. Трек будет про Rolls-Royce? Спрашиваешь. Давай я ее сейчас выкачу. Давай. И мы сделаем обзор. Давай. На новый Cadillac Morgenstern. Вот, пожалуйста, разувайся тапочками. Гостеприимно очень. Конечно. Ну, смотри, вопрос первый. Отличие большого дома от квартиры. Просторы, нет соседей. Так, неужели это правда надо объяснять? Плюсы, блядь, дома перед квартирой? Сами же все прекрасно понимаете. Пойдем вам гардероб смотреть. Ну, как гардероб? Это скорее педальная. Здесь педали. Самые любимые какие твои? Коллекция. Самые любимые, блядь. Не, не могу я выделить. Нужно выделить. Окей. Вот эти нравятся. Одни только надо выделить. Топ-3 педали Моргенштерна. Жузеппе Занотизна. Так. Баленсиак знаешь. Ну, и, наверное, все-таки Луи Ви, который нам не сейчас. Вот. А вот это вот все уже как-то, я не знаю, заебало меня маленько. Примерная стоимость твоего гардероба вот этого? Педального? Педального. Ебать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четырнадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну, кроссовочек, педали примерно тысяч на восемьсот, наверное, здесь. Вот и парочка бомберов. Кожаночка моя, вот эта, ургантовская. Пожелай мне удачи в бою. А что это? Это, брат, он лимитированный мерч. Потому что у нас тур весь отменился. Сами знаете, почему. Поэтому вот такая лимитированная коллекция, можете ее себе приобрести. Точнее, не можете, а быстрее, блядь. В описании спуститесь, ссылку тыкните. И, возможно, вам придет вот такая вот коробочка от Манку Пи. Маски, худи. Я могу вот так, вау! Вот так вот могу. Ну, рассказывай. Чуть не пропустил, блядь, такое событие. Что, во-первых, черный, большой, без номеров, новый, из салона. Самое главное, конечно же, 7,5 миллионов рублей. Теперь мой автопарк в сумме, сколько получается, ну, 11, как в футболе человек в команде. Смотри сюда, ебать. И ты вот так и ездишь? Вот так и есть, пока менты не останавливают, блядь, наручники не одевают, сука, и не забирают мои деньги. А тогда вот так вот ездишь. А за рулем кто? А за рулем Азиз. То есть Азиз теперь всегда с тобой? Конечно. Дядя, посмотри сюда. Здесь, блядь, висит столько, сколько ты за всю жизнь не заработаешь, блядь. А может и заработаю. Ну, я это подписчику сказал. Пропуск по маслям, вот, чтобы ездить спокойно. Люк здесь есть, чипа. Здорово. Привет. Вот так можно ездить, как танкист. Так, сейчас я не пропущу. Блядь. Пойдем в гора, пойдем. Да пойдем, покажешь, как живут вообще люди. Спорт, инвентарь. Ты, получается, спортсмен? Нет, это от прошлых хозяев осталось. Но я спортсмен. Теперь я спортсмен. У нас тут даже тренажерный зал строится. Покажи пресс. Вот эта тренажерка строится. Тут пока немножко некрасиво. Все в дерьме. Но, короче, это будет тренажерный зал. Вы, если за мной следите, наверное, помните, что я говорил, что я спорт в рот ебал. Так вот, я опять переобулся. Буду теперь заниматься, чтобы быть красивым, здоровым, счастливым. Подожди, а ты один живешь в этом доме в большом? Нет, со мной здесь еще, ребята живут. А, может, познакомимся все? Пойдем, давай по порядку. Давай. Это... Это студия наша. Блядь, ну, писсуар дома, кстати. Пассик с мухой, обратите внимание. Писсуар дома. Я думаю, каждый уважающий себя мужчина об этом хоть раз подумал. Туалет, раковина. Пойдем дальше. Это банька. Вы знаете, я большой фанатик бань. Поэтому дома у меня, блядь, не могло не быть бани просто. Не могло. А где же иначе рвать целки, сука? Вот такой вот рум-тур. Кто, нахер, в 22 года, блядь, так двигается? Покажи мне его. Книжный шкаф. Конечно. Моя любимая книга, она... Похоже, вот она. Точно. Почему это твоя любимая книга? Что там было? В итоге вопрос-то какой? Что там было или почему любимая книга? Вопрос, там были призраки? Нет. Книга... Опять, опять, опять! Да ты наемный. Да книга-то любимая, потому что книга первая. Да, блядь. Да, это какой-то пеньги. Так, и что ты еще раз? Ладно, короче, все, погнали. Погнали комнату туда. Потому что там, правда, нихуя не было. Да ладно, пошли, ладно тебе показалось. Пошли, отберемся, немножко с ним. Давай. Опа. Он закрылся. Слава, это я. Он закрылся, сука. Покажи свою комнату. Блядь. Я не открою. Ну тогда пойдемте посмотрим комнату. Вот. Это моя комната. Я здесь сплю, отдыхаю, занимаюсь медитациями. Телок, вводишь сюда? Слушай, а пока что здесь была всего одна женщина. Всего одна женщина, и вы ее знаете. Это мне картину подарил... Угадайте, кто? Ургант. Нет, я сейчас дам подсказку. Я люблю собак, я очень люблю собак. Это Панин? Нет. Снупдог? Гу. Виниловая пластинка Astro World. Я ее никогда не слушал. Более того, кстати, здесь сам Трэвис Скотт поставил автограф. Так что там? Да, может лучше посмотрим мое рабочее место. А? Охуеть? С таким видом ты просыпаешься, получается? Конечно. С таким видом я просыпаюсь, и с таким видом я играю в компьютер. Во что ты играешь? О, чувак, ну сейчас я тебе расскажу, только сделаю рекламный голос. War Thunder – это онлайн-экшен о битвах военной техники в воздухе, на земле и в воде. На, получай, на, 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 получай. Не надо. Не звоните, когда я играю в War Thunder. Получай, получай, получай. А вот, вот, вот. Затягивает, да? Очень затягивает. Так подписчики новых треков не увидят с такими играми. Да какие тут треки, когда здесь объявили ярость викингов. Ты можешь испытать всю мощь Швеции. В свежем обновлении War Thunder появились уникальнейшие игровые механики, одна из самых детализированных карт и сумасшедшие эффектные взрывы. Ты можешь прыгнуть в свой охуевший танк и прокатиться по улочкам, похожие на Стокгольм в локации Швеции. Или вообще в любую другую точку мира, ебаную. Потому что в War Thunder весь мир – это локация. Улучшай свою технику новыми модулями, используя современные технологии. Ну, типа, самонаводящихся. Ведь только в War Thunder в одном бою могут участвовать сразу самолет, танк, вертолет, корабль. А я бы хотел игру скачать. Игру скачать? Да, поиграть с тобой, например, можно. Где скачать? Еще, кстати, по ссылке в описании. Бонусы. А это что за персонаж? Это мой новый кореш, я ему еще не дал имя. Пусть напишут его. В комментариях. Фу, я давно не снимал видосы, да это забыл уже совсем. Вы же можете написать в комментарии, точно и помочь мне придумать имя для этой обезьяны. А где же старые твои друзья? Это Виктор, Витя и Володя. Это я так подвел к своей коллекции тапочек. Да, вот, смотрите, это Dolce Tappé. Это Dolce Tappé. Это Dolce Tappé. А вот это, нет. Это Ричман что ли, не знаю. В общем, вот коллекция тапочек. Потому что я, вот, пиздец, люблю переобуваться в шарик. А там что сверху? Перемешки мои. Dolce, Gucci, Versace, Lui. Уф, какие красивые слова, да? Да. И вот мой любимый ремень. Ты посмотри, как он идеально просто подходит. Я все, блядь, я же гений, я собираю все идеально. Тут я понимаю сумочки. МСМ, Луи Ви, вот эта вот залупа, вот эта вот квадрат, блядь, вот этот брат, блядь, мой. Обошелся в 350 тысяч. 350 тысяч. Чтобы вы понимали, да, как удобно пиздец эту сумку носить. Там, ну, типа, вообще нихуя, просто вот. Клади кирпич, блядь, из кирпича уходи, охуеть. Это моя цасочная. Это вот старая цепушка из серебра. Это версачевая. Но это чисто комплект, называется грустная песня. Это кейс для, ну, вот этой цепочки. Он сейчас пустой, не... Вот она. А это, нахуй, запонки, блядь. Я их ни разу не одевал. Я даже не знаю, кстати, откуда они у меня. Очечная. Очковная. Очечная, блядь. Это очки. Янг Хешнера. Это очки. Старого доброго Алишера, который был лучше. Это очки... Ну, вы знаете, эти очки. Это новый Мэйрин. Да, да. Их одеваешь просто непроизвольные. Здесь я вообще, я не знаю, зачем я это купил. Можешь на секунду отвернуться, я одену, и ты повернешься. Ого. Ты сварщиком получился. Не знаю, мне они вообще понравились. Особенно сейчас в такую ситуацию. Это вообще мои любимые, наверное. Они самые простые из всех, кстати. Если вы обратите внимание. Самые простые, обычные. Еще одна смоточная. Смотри сюда, нахуй. Я немножко поделил свой гардероб. Здесь висят более такие деловые вещи. Богатые. Дорогие футболки. Это вы все и так знаете, да, прекрасно, что это такое. Халаты для повелителей мира, пиджачки. А здесь более стритовые шмоты. Ну, вот такие вот, как сейчас. Можете обратить внимание, да, что я... Ну, немножко по вот синий, фиолетовый, голубой. Ну, короче, по пидорской вот этой гамме загоняюсь. Он и тут, и ремень, и везде. Вот это мой гардероб. Кто здесь? Пойдем. Это? Ого. Ультра роскошный толчок. Просто как будто я где-то в гостинице. Зачем тебе дверок вина? В одну сышь, а в другой руки. А, точно. Ну, в одну сышь, а в другую руки... Что руки? А, мой. Ванна большая, чтобы здесь валяться. Тоже вот, как видите, для двоих. Мы тут со Славой пишем хиты. Да. Унитаз и биде. И, конечно же, еще один писалар. Там муха есть? Муха. Муха есть. Конечно, блядь. Ну, как сейчас сразу не обратить на это внимание? Бля, что его разъебался? Бля, это видео по-любому же будет хозяйка смотреть. Я сейчас все починю. Просто не вставляй это. Эти девчонки, они до сих пор там стоят. Сколько мы уже час назад ушли, они до сих пор стоят. Дорогие, ребята, ну не приходите. Не приходите сюда, пожалуйста. Мы переехали каждый день две недели. По пять человек, блядь, по шесть, по семь. Приходят. Один даже в час ночи пришел. Ну, камон. Я же, блядь, человек. Как и вы, такой же. Ну, конечно, пизис. Ну, в разы, да? Ну, человек же. Мне тоже не нравится, когда ко мне незнакомые люди приходят и стоят под домом. Кричат там, звонят. Выходи, сфоткаться. Ребят, вас будет просто стрелять Азиз. Ладно? Пожалуйста. Не надо. Цените личное пространство. Пойдемте смотреть дальше, кто здесь еще обитает. А, ну, терраса есть. Охуенно? Охуенно. Сейчас еще потеплее станет. Поставим сюда стол, стулья. Будем кальянчик курить. Можно прямо здесь барбекюшку херачить. Просто великолепно. Блин. Помоги, Алишер. Возьми подписчиков. Давай. Ребят, держу. Ребята, держу. Ребята. Ой, ой, куда вы? Ребята, держи. Я здесь. Ну, давай тогда первый на ютубе обзор на крышу. Ну, что ж, покрытие этой крыши из камней. А я знаю для чего. Чтобы кидать в подписчиков, которые приходят к дому. Вон же они, смотри. Давай попробуй. Вон же они, смотри. Давай попробуй. Вон они. Привет. Привет. Девчонки, от меня без ума. Да. Блин, я не перестаю восхищаться домом. Прям спасибо, что пустили нас жить сюда. А писсуар я честно потяню. Это комната Славы. Но его тут нет. Честно. Выморжиться в его вещах. У него телка, подушка, типа игрушечная. Один носок уберем. Давай, давай, положим ему денег. Да, я хочу ему положить немного денег, чтобы он такой кошелек открыл, а там на косарь больше. Мы можем подвинуть ему монитор. У него будет неправильный звук. Карьера пойдет нахуй просто. Сейчас один монитор, действительно, вот так. Тут у него планы есть. Можем что-то написать. Ладно, он это сделает и не поймет, что это не его планы. Давай посмотрим, что у него на заставке стоит. Давай. Смотри, Слава, я трогаю твою телку в твоей комнате, пока тебя нет. Знаете, кстати, вы знаете этих ребят? Это не знаю. Но вот это Моторол шеф. Это Моторол шеф, ну типа, без шуток, ладно. Но у него скоро выйдет первый трек, и он сядет в тюрьму. Поэтому распространяйте хэштег FreeMotorol. А мы... Дом горит. Пожар, выходи. Можно мне линзы заменить? Что-то непрактичное. Но здесь, в принципе, особо нехуеть смотреть, блядь. Ну, трусы, смотрите, дорогие пиздец. Здесь живет Моторол шеф. Это у нас сегодня просто пранковый выпуск. Как бы жестоко поглумиться над ним. А ты чем-нибудь болеешь? Можем плюнуть ему в воду. Да у меня коробка винду. Нужно тряпку кинуть на пол. На зоне так делаем. Надо готовить его к зоне. Да. Наушники его. Один забирай. И он сходит с ума. Это жесть. Нет, чувак, это слишком жестко. Это слишком жестко. Опа! Моргенстерн! Ого! Моргенстерн! Моргенстерн! Вот это Моторола шеф. Мы у него в комнате не были, и на я думаю, не пойдем, да? Не поймем. Да, конечно. Что там смотреть? Как в тюрьме? Распространяйте хэштег FreeMotorola. FreeMotorola. Добро пожаловать в наш Chill Zone. Chill Zone. Охуевший просторный холд. Это портрет. Нет, да я бы даже сказал не портрет. Это икона. Икона стиля, вкуса, супса. А это вы знаете. Это картины моей мамочки. Давай пробежимся. Нет, пробежимся? Давай. Давай. Мы же можем это делать, здесь же много места. Ого! Я тебя поймаю. Не надо. Да, а ты спросил, ухо я большой дом. Охуевно. Понял теперь. Кальянчик может? О, давай. А пока я буду забивать кальян, мы сейчас устроим внезапную рубрику вопрос-ответ. Привет, мы снимаем прям сейчас контент на YouTube. И если хотите задать какой-то вопрос, чтобы ваш вопрос был в видосе, прям сейчас вот к Саньку идите. Ему в историю задавайте вопрос, прям сейчас. Ух, да, а то я практически со своей аудиторией и не общаюсь. Ну все, ждем тогда ваших интереснейших вопросов. Будете подписаны, кстати, на инсту, не будете пропускать такие охуенные масштабные эвенты. Оль, надо кушать, готовить. Ты же фитнес-тренер. Расскажи, как ты питаешься. У нас, во-первых, два холодильника, чтобы вы понимали. Это нездоровый холодильник. Здесь шоколад, колбаса, сметана, яйца, кулич. Кулич это вредная еда, хоть она и святая, но вредная. Холодильник здоровый человек. Рассказывай по порядку. Кефир пил, арбузы, ягодки, грибочки. Сейчас будем готовить, кстати, грибочки, шампиньон, курочку, огурчики. А где помидоры? Блядь. А, вот они. Как же они оказались в так нездоровом холодильнике? И помидорки череп. Ну что, давай. Мне уже не терпится пообщаться со своей аудиторией, узнать, насколько она разносторонняя. Первый вопрос от Афони ТВ. Когда-то, по-моему, был такой чувак. Да, он спрашивает, почему пизда жестче, чем хуй? Это блин, нужно быстро отвечать. Есть второй вопрос от него. Давай. Почему хуй важнее пизды? А есть еще? И третий от него есть. Кто такой Моркинштег? Я думаю, можем на этом и закончить наш близкий. Нет, давай продолжим. Ну давай. Пожалуйста, что у вас было с коколь? Любовь. Когда новый альбом? Когда напишу. Нативно? Достаточно нативно? Освежающий напиток. Да, да. Ладно. Ну, если честно, я очень рад, что мы работаем со Спрайдом. Прямо. У меня всегда была такая маленькая мечта-галочка. Хочу амбассадорить какой-нибудь охуевший бренд. Крутой, большой, крупный. Типа, вот. Не отбирайте контракт, пожалуйста. И когда я вижу сейчас свое лицо, висящее в городе на всяких щитах, я... Ну, мне приятно. Мне очень приятно. Потому что я такой... Ох, Спрайд. Я же вам, блядь, пил в детстве. Господа, это готовить не нужно. Потому что оно, блядь, ну, готово от природы. Курочку с грибами будем делать на пару. Потому что на пару очень полезно кушать. Я вот переехал, когда сюда. Я жрал все подряд, просто как мразь. И 86 килограмм весил. Пузо было опять. Подбородок второй. 86. Сейчас вот начал нормально хавать. Сейчас я вешу 76. Просто еда. Я еще даже не занимался там на тренажерах. Просто еда. Так что, если ты жирный, хорош нынь. Просто перестань кушать говно. Вы, если попробуете кушать здоровую пищу, для вас потом вредная будет казаться какой-то химозной, неприятной. То есть ты жрешь грибы, получается? Полтец, так. Про эти грибы ты на интервью говорил? Да, я про эти грибы, конечно, говорил. А какие еще бывают грибы? Ну типа грузди, что ли? Нахуй грузди. О, Слава! Жруки из-за рукава Эдди. Блядь. Не знаю. О, Слава моя, Орлоу, привет. Привет. Очень рад тебя видеть. Очень добрые явились. Привет, Моргенштейн. Да, классные у тебя биты. Спасибо. Слушай, ну что ж, покажешь, может, нам комнату свою? А я только из душа вышел. Я даже тут бардак не добавил. Да ладно, ничего страшного. Рассказывай, как живешь вообще? Что тут у тебя? Это, собственно, Шиори. О, это что, расскажи. Это, я не помню, по-моему, это Шиори ее зовут. Да. Да, это женщина моя. А ее можно трогать? Нет. Мне. Нельзя, да? Нет. Ну я не буду. Расскажи про планы свои. Про планы. Ну что, например, один из моих любимых планов это купить матрас. Ага. А вот это, извините, что? Умереть. Я как-то это написал. Извини, извини, это же, как это понимать? Все же, мама, бабушка посмотрит. Так сказать, канал Маргинштаб. Как мама относится к тому, что ты сейчас популярный? Хорошо. Когда будет трек «Кадиллак»? Не знаю. Понравилось на Украине? Очень. Ты под кайфом пишешь песни? С кайфом, я бы сказал. Почему он так сильно похудел? Потому что питаюсь правильно. Ну, вот, собственно, так и живу, друзья. У меня есть замечательный выход на террасу. А как у тебя музыку пишется, кстати? Да, музыку. Вот что-то вот я смотрю, у тебя очень монитор криво стоит. Вид такой у меня... Ты не хочешь выйти? Не. Ну, тогда... Сань, пока. Давай. Давай. Когда новые треки? Да, никогда. Ты видел, какие у меня планы? Новых треков не будет. Ну, честно, тебя подписчики довели? До чего? Ну... Не, подписывайся на канал. Что? Да у меня кроме жвачки ничего нет. Ну, смотри, у меня есть жвачка. А деньги, деньги у тебя есть? Денег нет здесь. Открою. Ну, покажи кошелек. Вот, у меня был ролик на канале. Сколько тут? Сколько тут? Ровно? Да. А ты можешь посчитать? Почитать. Ну, 99. 99? Да. А может, все-таки посчитаешь? Ну, чтобы не обманывать никого. Да, и у нас честный канал. Сколько ты говорил здесь? Сколько ты говорил? Не, ну, мне точно цифру нужна. Я не знаю. Ты сам у меня просил мелочь. Ничего я у тебя не просил. Не вставляй это. Ничего я у тебя не просил. Ты просил. Да, ничего. Мы были в ленте, ты постоянно просил у меня мелочь. Ты разменял 500 рублей в аптеке. Да, уходите. Вы. Уходите. Пока. И ты простые у тебя. И ты простые, да. О, привет. Это гильза. Ты еще оружием балуешься? Хороший парень. Да, очень добрый и милый. Самое главное, что не зазнался до сих пор. Хоть и зарабатывает. Слав! А может, там, ну, у тебя какой-то ролик тоже про дому будет, не будет? Да, будет. Может, на канал? Да, там, переходите ко мне на канал, там будет ролик про дому. В общем, пока Слава не умер, переходите, подписывайтесь и смотрите, как... Как он будет искать вторая сухая? Так, я не понял. Сам, что... Да, да, мы готовим, мы пошли готовить. Мы готовим курицу. Ты что на наушниках там? Мы готовим грибочки. Пойдем, 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 пойдем. Помоги. Какая должна быть твоя девушка? Татарской. Как стать мог-кен-шкеком? Кен... Ну, нужно... Тебе должно повезти, ты должен родиться гением. У тебя еще стоит? Да. Сколько примерно ты сук трахнул? Ну, больше десяти. Точно. Крыша поехала после наркоты? Да. Но жестко. Когда клип? Сейчас. О, Моргенштерн! Напишите в комментарии, какой Моргенштерн настоящий, слева или справа? Давай. Вот этот. Вот этот Моргенштерн. Это новый Моргенштерн. Я скоро сяду в тюрьму, у меня скоро выйдет первый трекер. Постраните хэштег Хрима Тарова. Спасибо, друзья, это не ваша поддержка. Всем пока. Продолжаем. Наше кулинарное шоу. Я в Новосибирске. Всем пока. Вот так-то надо. Нет, осторожней так нельзя. Тут же подписчики все. Ты всех подписчиков убьешь. Как ты будешь деньги зарабатывать? Короче, все. Мы готовим на пару еду. Вот. Просто. Мультиварка это топ. Заткинул, бля. Закрыл. Кнопку нажал. Все. Через 40 минут будет готово. Вот такая вкусная еда. Когда последний раз дрался? Ну или когда была последняя потасовка? И где? Наверное, в Самаре. В прошлом туре. Год назад или сколько? Около того. Алишерка будет тур по небольшим городам? Нет, нахуя. Там же денег мало. Тиле была лучше. Она и сейчас прекрасна. Здорово. У тебя есть брат? Есть. Геометрический или нормальный? У меня вообще много братьев. Но есть родной прям брат. Ему 10 лет. Он в Испании живет. Так, извинитесь перед моей мамой просто. Да, кстати, это уже не шутки. Сразу, заранее. Я знаю, что и мама, и родственники Славы будут это смотреть. Поэтому я заранее прошу прощения. Подожди, стой. Я же тоже должен на колени. Да, обязательно. Поэтому чисто. Извините, пожалуйста. Мы Славу очень любим. Это все просто шутки, понимаете? Ты же это тоже понимаешь, правильно? Слав, ну... Ну, пойдемте, стойте, тогда посмотрим. Сейчас магия монтажа. И вы видите... Я бы тебя каким-то министром назначил. Ну да. В общем, вот. Сейчас вы видите, что здесь было до этого. Не было никакой стены. Здесь просто была как бы небольшая что-то. Коробка, помещение, дырка в стене. Что, блядь? Вот. И мы нашли людей, которые занимаются постройкой студий. Отдали почти ебаный миллион! Зайдем в самое сердце этого дома. Я волнуюсь. Вы готовы? Совсем забыл. Я очень долго думаю, стоит ли мне наконец-то разыграть вот этого малыша. Ну, вы сами понимаете, блядь, что это самая легендарная тачка нахуй на просторах русского интернета. Прям сейчас. В общем, если хотите, чтобы я ее разыграл, подписывайтесь на инстаграм. Тут будет, ладно? И следите за историями. Вот. Окей? Договорились? Пойдем дальше. Хочешь набить тату на все ебало? Да. Теперь хочу. Футбольный мяч, блядь. Я маску спайдермена, о, блядь, на все ебало хочу набить. Цветную. Сколько плане... Человеку, блядь, 21 год почти. Всем привет. Во что играешь? В Animal Crossing. Моя любимая игра. Про животных. Заходите в гости. Заходите в гости. Ну вот, вы можете прийти в гости только через Animal Crossing. Только через Animal Crossing. Если вы придете вот сюда, в этот дом в гости, вас встречать будет Азиз. А можете прийти вот в гости к Славе. Слава, добрый. Сколько планируешь заниматься рэпом? Ну пока вы эту хуйню слушать будете, будут же. Бабки-то нужны. Что раньше, бит или текст? По-разному. Но чаще всего раньше бит. Биты вдохновляют. Биты порой сами тебе говорят, про что тебе нужно сказать. Готов повторить фит с подписчиком? Возможно. Все, давай последний. Какой-нибудь прям, ну, вот интересующий абсолютно всех. Ты первый раз ебался в гандоне? Да. Все, погнали курить колян. Да. Наш chill zone. Ебать! Это вообще любой цвет может быть. Я ставлю под настроение. Какой здесь отличный звук. Да. И никакого эхо. А! Здесь, короче, стены нарастили. Вот настолько. Да, охуенно. Очень мягко и классно. Потолок нарастили. Пол нарастили. Просто вот построить эту комнату, миллион блядских рублей. Ну, это, наверное, самый приятный потраченный миллион в моей жизни. Потому что, блядь, у нас в доме, в ебаном трэпхаусе, есть своя охуевшая студия. Микрофон купили новый, кстати. Студийная классика. Нойман 187. 200 тысяч, ебать. Чистый микрофон, понимаете? Вся эта студия, чисто аппаратура, ну, типа, блядь, миллиона под два уже. То есть студия, как бы, за три миллиона, чтобы записывать вот такие треки. Я пыль! Я пыль! Я пыль! Ахуль, блядь. Могу, потому что. Себе позволить. Посмотрим, что на заставке. И самая главная папка здесь. О, как это? Давай сыграем ребятам нашу новую песню. Денег до хуя! Я богатый пиздец! Охуенный! Хуй, как огурец! Скоро выйдет. Называться будет... Кодилок. Кодилок. Вот так-то. О! Блядь, ну все. Что? Он закрыл нас. Ну что, что мы тебе сделали? Что это такое? Это зона барбекю, наверное. Я хуй его знает. Может быть, ресторан здесь откроешь? Хотели бы вы ресторан с моим фирменным пловом? Ло... Посмотри сюда. У нас бассейн во дворе есть. Он, конечно, сейчас очень грязный. После зимы там все такое. Сейчас будет тепло. Мы его почистим. Мы туда засунем штуки, чтобы они грели воду. И чтобы в любую температуру можно было туда прыгать. Там всегда было тепло. Но, блядь, бассейн во дворе, бассейн во дворе. В России, опять же, покажи мне, сука. Кто еще так двигается в 22? Ну что, что тебе показать? Ну, есть лужайка у нас классная. Вот. Здесь можно полежать. Ебать, как охуенно! Вот прям лежишь, дышишь, и вот такой воздух такой дорогой, что ли. Дом, две тачки, студия, бассейн. И ты тоже так сможешь, если всегда будешь идти к своей цели, упорно работать, не покладая рук. Да ладно, нет, нихуя подобное. А хочешь, я как ниндзя встану? Не сможешь. Смогу. Я спорю с тобой на 5 тысяч рублей, что не сможешь. Опа! Видел? Да. Давай. Я потом, адам, у меня сейчас плохо все. Ладно. О, моторолу шеф. Пожалуйста. Моторолу шеф, сейчас ты выпустишь нас, а потом мы выпустим тебя. Спасибо. Вот. Не то, что это. Дорогие подписчики. Спрать. Блядь, ну просто. Писал же ты биты еще, цены к тебе не было, блядь. Почему ты стал тем, кого раньше засирал? Все, ребята. Итак, вот так мы и коротаем вечера в нашем уютном трепдоме. Всем спасибо за просмотр. Почему ты канал? Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А когда канал удастся? Завидуйте, пожалуйста, белой зависти и только белой. Сидите дома. Слушай, а рок же лучше рэпа? Берегите свое здоровье, не выходите. И наблюдайте, как классно мы проводим время в нашем трэпхаусе. Спасибо. Ну что? Давай, заходи еще. Ты тоже не пропадай. Пока. Пошел ты. Отсосите. Да, пошел ты сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok